Всем привет! В том случае, если вы гайки ШВП заказываете отдельно от винтов, то по приходу возникает вопрос, как правильно их накрутить на винт. Такой вопрос возникал у меня в свое время, в общем, для новичков, вот хочу показать. Приходит гайка в таком виде, то есть внутри она имеет пластмассовую втулочку, вот эта втулка. Их я не выкидываю, храню, собираю и вам тоже советую. Она очень здорово помогает, когда нужно гайку снять, для того, чтобы ее промыть или почистить, или какие-то еще есть нужды. Так вот, значит, гайка приходит в таком виде, то есть она еще в полиэтиленовом пакете и вся промаслена. Для чего эта втулка? Для того, чтобы внутри не высыпались у вас шарики, которые внутри гайки. То есть если ее вынуть, шарики у вас высыпятся. Ничего в этом страшного нет, если вы их не потеряете, их можно собрать. Это, в принципе, не очень сложно, но достаточно долгая такая процедура. И требующая сетчивости. Вот, значит, что происходит? Вам нужно будет эту втулочку, ну, то есть вместе с гайкой, да, надеть на винт. Вот, в моем случае винт немного с нестандартной обработкой, то есть мне обрабатывали винт по заказу. Вот, и у меня есть вот такой перешейк. А если вы покупаете стандартную, со стандартной обработкой винта, где от БК и БФ, да, держатели, то там вот этого перешейка не будет. Вот, в моем случае этот перешейк, он немного ниже по уровню, чем втулка. Поэтому если я начну одевать гайку, то в него повысыпаются шарики. Вот, чтобы его устранить, я элементарно возьму изоленту, сюда подмотаю до уровня этой втулки и так и оставлю. Вот, а потом после одевания гайки я это все уберу. Прежде чем одевать, посмотрите вот на это вот место, чтобы здесь не было заусенцев на входе витка. Вот, то есть иногда бывает, после китайцев там заусенцы остаются, их можно убрать над филочком аккуратно. Так, вот, я заматываю. Вот, как-то так. Особо микрометрическая точность здесь не нужна, но желательно, чтобы был диаметр близок к диаметру этой втулки. Вот, в этом месте. Ну, вот, как-то так. Так, теперь нужно определиться, какой стороной вам нужна гайка на винте. То есть, если у вас концы разные, вы будете знать, какой стороной у вас будет стоять винт к мотору, а, соответственно, какой стороной вы повернете мухту под гайку. Ну, и, соответственно, определившись со стороной одевания, одеваем. Очень аккуратно. Трубочка эта внутри болтается и может очень легко выпасть. То есть, если вот так убрать пальцы, она вывалится. Она там без натяга просто болтается. Так, одеваем. Насаживаем. Эта трубочка поплотнее до конца. Вот так. Все, и надвигаем, и начинаем. Тут у нас поначалу пыльник, потом такими вращательными движениями. Нужно поймать, когда у нас шарики пойдут уже, вот все, пошли шарики уже на вивку самого винта. Вот. Ну и главное, чтобы не закусывало, потихонечку ее накручиваем. Накручиваем, тем самым с трубочки мы ее как бы скручиваем туда, прям на винт. Вот. Желательно, чтобы она не заедала. Если заедает, не нужно применять силу, нужно покачивая-покачивая туда-сюда ее продвигать. Таким образом продвигаем, продвигаем, продвигаем. Так, тут у нас пыльничек немножко вылез. Вот. Ну и все. Ну и самое главное, чтобы в итоге, когда вы навернете гайку, вот здесь у вас не оказалось шариков, которые вылезли. То есть, если вы все сделаете правильно, то все это дело без проблем у вас навернется. Ну и все. Навернули. Соответственно, дальше уже покачивая, она будет еще легче вращаться. Сейчас мне надо пыльничек поправить, что-то мне его подвыдлило немножко. Ну и все. Я думаю, принцип понятен. Вот точно так же для того, чтобы снять, в общем, в моем случае я делаю подмотку. Сюда можно какую-то там втулочку тоже, если токарный есть, вытащить или там из чего-то. То есть, какой-то трубочки подогнать. Ну, мне вот проще так. Чтобы снять так же, надеваем трубку и эту гайку скручиваем на нее. Потом вместе с трубкой снимаем. Все. Все. Надеюсь, был полезен. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok